Но природа же требует всё равно. И Кольку-то жалко, сынок, и Гальку-то бабу его ещё жальче. Прям да что-то, она всё к ночи ближе бывалу форточку откроет, и всё шумит ему. Коля! Коля! А он затаится в ботве, в огороде, в декабре. Не идёт. Жить очень хотела. А всё же на нервах Галька дёргаться стала, и прям целую тарелку сей, вот голый капиток. И пролила ему прямо на то место, через которое смерть должна притись. Ой! О, вот ты где! Мы путирули удачно, правда, тогда. Ну, казалось бы, живи да радуйся. Бояться же нечего. Нет, он грустить стал из-за чего. Судьба! Ой, про бабку-то Агафья у меня прям язык не развернётся в роте, как сказать-то. Господи, тоже. Сколь ей пророчили прожить-то, дай бог памяти. 120 годов. Да, пророчили. Тако крепко старуха была, да что ты. Все говорили. 120 годов пророчили. Тако крепко. А на 126-м нижчё получилось. Когда-то с морга больничный лист пришёл, диагноз-то этот там, как он, кутынь, как он, микарды-то, разрыв микарды. Сейчас должен быть где-то здесь, поблизости. За счёт укуса правнуков за мягкое место. Вопа! Вот надо было 126 годов прожить, и вот так вот всё, ой, не знаю, прям. Да тоже кто ей виноват был? Сколь не раз говорили, заходи ты в туалет, как пудные люди. Нет, она в коридоре развернётся, и спиной вперёд идёт туды. А вон правнук, господи, пацанишка, сидел на горшке, не выдался никогда. Да как с острыху, укусил её за мягкое место. Она прям там в проходе осталась. Да хорошо, он вовремя её укусил, запоздай чуть-чуть, всё, два труба в одним дотом. Судовила бы она его. Ещё полшага, и всё. Вот и скажи, что не судьба. Укусили вон где, а лопнула черша. Судьба! Укусили вон.